Парк Измайловский Парк Измайловский Ну никто и не спит И даже Буш не спит в ванной Как он вообще-то президентом стал, я не понимаю Представляете, они на весь мир кричат, что у нас демократии нет, а у них она образцовая Ну у нас президент выбирает весь народ, а у них только выборщики В результате Буш стал президентом, получив меньшинство голосов Ну, ничего себе демократия, да? У нас, правда, в стране есть другая версия В конце 90-х Ельцин вызвал Путина и сказал Так что, понимаешь, Буш президентом Ну, Путин человек военный, все выполнил и сам стал президентом и Бушу помог К чему я это все? А к тому, что понять не могу, мы сейчас с Америкой дружим или наоборот? Потому что когда у них 11 сентября несчастье произошло Путин первым позвонил и предложил Америке помощь Тогда мы им нужны были А теперь они у нас под боком ракеты собираются ставить в Чехии и в Польше Мы говорим, зачем? Они говорят, для вашей же пользы Мы говорим, нам не надо Они говорят, вы счастья своего не понимаете Мы вас защищать будем от Ирана Мы говорим, где Иран, а где Чехия? Лучше уж от Ирана в Азербайджане защищаться, правильно? Они говорят, а если на вас марсианские террористы нападут? А мы уже тут в Чехии с ракетами Мы говорим, а вы у Чехии спросили? Между прочим, по опросу чешский народ против Они говорят, мы у правительства спросили, а оно за В связи с этим хочется один анекдот напомнить До войны у пани Спыхальской в квартире было два золотых унитаза А когда советская армия вошла в Варшаву Она обделывалась прямо на лестнице А теперь по поводу паленой американской демократии Дик Чейни, приехав в Вильнюс, говорил, что у нас в России демократии нет А вот в Казахстане она замечательная После этого он поехал в Казахстан Там ему не удалось заполучить нефтепровод И тут же решил, что в Казахстане никакой демократии нет И что интересно, это Дик Чейни, который все сделал для того, чтобы Америка освободила Ирак от иракской нефти И во время иракской войны в несколько раз увеличил свое состояние Такое ощущение, что они всех нас считают лохами Буш на саммите расхвалил демократию по-американски до тех пор Пока Путин не сказал Такая демократия, как теперь в Ираке, нам точно не нужна Весь саммит смеялся, один Буш ничего не понял Вообще-то, надо вам сказать, он старается Все время старается быть умнее своего вида И говорит, что хочет иметь много друзей в разных странах А я считаю, друзей не надо иметь С ними надо дружить Нет, Буш это, конечно, отдельная история Не говорю же о том, что он пузырит Австрию с Австралией Словакию со Словенией А Иран хочет сделать Ираком А что он несет с трибун? Наш Жириновский просто отдыхает Я собрал кое-какие высказывания Вот послушайте, это ничего не придумано Это действительно его высказывания Подавляющая часть нашего импорта поступает к нам из-за границы А откуда еще может поступать импорт? Интересно, да? Учителя — единственная профессия, представители которой обучают наших детей И с этим тоже не поспоришь Следующий перл Низкая явка избирателей указывает на то, что мало людей приходит на выборы Просто спиноза Марк Аврелий Синека Да все философы мира могут за дверью у него постоять Жорд Буш доказал всему миру, что стать президентом США может любой Даже такой, как он Среди политиков он сегодня в мире имеет самый низкий рейтинг Зато по количеству анекдотов о нем он на первом месте в мире Приходит к Бушу новый министр финансов и говорит Мистер президент, наша валюта теряет свои позиции на всех региональных рынках мира Он говорит, не понял Американский доллар стремительно обесценивается в ходе торгов Слушай, ты по-простому можешь сказать, чтобы я понял? Хорошо, говорит министр Нашему баксу кирдык Ну вот, молодец, а то грузишь, грузишь А вот радиообращение Буша к американскому народу Враг подлал-напал на наши самолеты, которые мирно бомбили его территорию Это американцы сочиняют про своего президента Буш вызывает помощника и говорит У Кеннеди была Мерлин Монро У Клинтона Львинский А у меня кто? Тот говорит, а у вас сразу три Кто это? Прибалтика, Украина и Грузия Буш во время Иракской войны вызывает к себе военного советника и говорит Слушай, что же ты мне не сказал, что в Ираке, кроме пустыни, есть еще и города? Это все анекдоты А вот действительно случай Во время предвыборной кампании Бушу задали вопрос Что такое Талибан? Он выбрал из возможных вариантов ответ Музыкальная группа Вообще, он столько наговорил этот Буш, что кажется, пора перекрасить Белый дом в желтый У нас в России две беды Дураки и дороги Америка нас обогнала У нее одна беда, но зато избранная демократическим путем Какой президент, какая у него и команда Какая команда, такая и политика Буш как-то сказал Я имею смутное представление о нашей внешней политике Умри, Степан, лучше не скажешь Смотришь на Джорджа Буша-младшего и думаешь Что же сделал его отец? Родил сына или посадил дерево? Однако время Буша заканчивается И я верю, что придет новый президент без закидонов и агрессии И у нас с Америкой начнутся по-настоящему теплые и дружественные отношения Хотелось бы, чтобы в этот период Америка не пыталась влезть в наши сугубы внутренние выборы А мы уж точно во внутренние дела Америки вмешиваться не собираемся И последнее Ребята, давайте жить дружно Два великих народа должны жить в мире Это просто необходимо ради жизни на земле АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ